следующий вопрос который мы рассмотрим связано с энергией это понятие мощности и мощность мы введем n обозначим ее в разных учебниках обозначает мощность либо n большое либо п большое и так и так можно встретить мощность либо так обозначает либо так обозначают в разных задачах удобно обозначать по-разному например только что у нас была гидродинамика жидкости и в ней мы обозначали мощность мы обозначали буквой p давление по большое соответственно если бы требовалось решать задачу для гидродинамики и там было бы давление по большое естественно мощность было бы обозначить буквой n но иногда нас встречаются задачи в которых есть силы реакции опоры обозначенные буквы n когда мощность удобно обозначать буквой p ну и так далее в принципе нету возможно нету никаких жестких ограничений на обозначение существенно только чтобы буквы которые используются в той или иной задачи различались бы и не путались бы друг друг и так ведем понятие мощности мощность мы найдем как отношение работы за некоторое время дельта т мощность найдены таким образом это средняя мощность если же мы хотим найти понятием ввести мгновенной мощности давайте использовать букву п скажем для мощности п мы определим мгновенную мощность как дельта а элементарная работа бесконечной малый делится до д д д Magnus буквка дельта здесь означает что работа силы в принципе может быть не консервативной и если была бы сила консервативное мы говорили о том что есть консервативная неконсервативная сила Если работа консервативной силы была бы обозначена буквой D, то для неконсервативной силы работа не является полным дифференциалом. Поэтому её будем обозначать бесконечно малую величину работы при вращении вот такой вот буквой кругленькой дельт. С другой стороны, это по определению работы F на DL скалярное умножение на DT. А DL по DT это скорость и мощность, работа в единице времени. Будет найдено как произведение силы на скорость. Причём здесь произведение скалярное. То есть мощность равна F на V или же F на V на косинус угла между ними. Это определение мощности. Поскольку мощность введена как работа в единицу времени, то если известна зависимость мощности от времени, то работа будет определяться как площадь под графиком мощности в зависимости от времени. То есть работа это интеграл от P на DT. От T1 до T2. Теперь давайте введём понятие коэффициента полезного действия. Коэффициент полезного действия вводится как отношение полезной работы к полной работе. Коэффициент полезного действия имеет смысл вводить для всевозможных механизмов. Если у нас есть наклонная плоскость, по которой мы затаскиваем груз, если у нас есть блок, который мы используем для того, чтобы поднять тело, причём блок либо подвижный, либо неподвижный, либо подвижный, блок либо подвижный, 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 либо подвиж во всех этих случаях у нас будет совершаться та или иная работа силы однако полезная сила будет создавать работу которая то есть и внешняя сила которую мы используем предлагаем к каждому из этих вот каждому из этих вот тел она будет расходоваться с одной стороны на действительно работу например по поднятию груза но с другой стороны она будет расходоваться также и на работу против силы трения поэтому в полную работу будет входить сумма работы полезной и работы силы трения поэтому здесь будет работа делить на работу а плюс со звездочкой где а со звездочкой эта работа не консервативных сил вот это вот а плюс а со звездочкой это та работа которую затрачивает сила ну а полезное это разность между затраченной работой и работой силы трения но поскольку мы ввели понятие мощности а мощность это работа в единицу времени то для кпд можно также ввести учитывая что эта работа работа может быть найдена как мощность на и дельта т дельта т можно здесь сократить как мощность полезную делить на мощность полную полная или затрачен таким образом можно вводить коэффициенты полезного действия ну и вот на этой части наверно теоретическое наше исследование будет закончено ну а в дальнейшем на вот эти исследованные законы будем решать задачи